Мы уже переходим к тому, где, в каких материалах фосфоровенческие соединения могут быть применены. Вот молекула магнита привлекает огромное внимание, как элементы высокоплотной магнитной памяти, как элементы квантовой компьютерной системы и спинтроники. Волекулярные магнетики — это, конечно, элементная база на компьютерных технологиях, в первую очередь. И вот мы обнаружили, что вот такие биодезерные комплексы от 2-го марганца с дифосфолидными мосиковыми элегантами проявляют парамагнитные свойства. Причиной вот такого возникновения парамагнетизма является существенное переспределение, вот здесь видно, внизу показано, переспределение электробной плотности, в частности, перенос заряда металл-элегант с образованием ионов двухвалентного марганца. И вот все это делает перспективным поиск новых молекулярных магнитиков и металлов, содержащих фосфорные элеганты. Еще одно такое трендовое, как сегодня говорят, направление — это развитие системы молекулярной электроники, это органические солнечные батареи. Вот в настоящее время солнечную энергию преобразовывают с помощью неорганических солнечных батарей, но в основном кремниевых. Однако стоимость таких батарей определяется высокой себестоимостью их производства, монтажа и обслуживания. И сейчас во всем мире активно изучаются органические и солнечные батареи, которые позволили снизить цену преобразования энергии солнца в электрическую. Вот такие органические материалы, они легко совместимы с пластиковой подложкой, что позволяет получать элементы солнечных батарей тонкими и гибкими. И такие батареи могут быть использованы для покрытия предметов быта, от которых могут питаться электронные устройства, например, мобильные телефоны, а с другой использоваться как в солнечных батареях вот таких космических аппаратов. Вот такая органическая электроника, она началась в конце 80-х годов прошлого века, когда американский ученый Чичинтанг впервые предложил фталлоцианиновый комплекс металлов в качестве элемента солнечной батареи, и были получены пленки с КПД меньше 1%. Однако существенный прогресс был достигнут, когда в комбинацию с фталлоцианином металлов был введен фулерен С60. Молекулам фулерена присущи уникальные свойства, в том числе способность легко возбуждаться под действием света. И это вызвало всплеск исследований в этой области, которой мы подключились в начале 2000-х годов. К началу наших работ, которые проводились в научной группе доктора химических наукой Ирины Петровны Романовой, в литературе практически отсутствовали сведения о фосфоросодержащих фулеренах, их свойствах. И вот нам впервые удалось присоединить к фулерену различные фосфоросодержащие фрагменты, получив структуру как с открытой, если вы вправо посмотрите, как с открытой фулереновой сферой, так и с закрытой. Эти фосфорные монодукты хорошо растворяются в органических растворителях, легко образуют композиты с полимерами, и при этом обладают более сильными электронноакцепторными свойствами, чем сам фулерен. И вот на основе таких производных фулеренов были изготовлены нано-пленки в виде композита с таким полимером, как политеофен, на основе которых были сконструированы фотоэбальтоические ячейки, которые достаточно эффективно генерировали фототок. Вот в табличке можно это видеть. Тем не менее, морфология этих пленок, вот рисуночек такой вот желтой щеченьки, оказалась неоптимальной для разделения зарядов, что объяснялось неоднородностью образующейся поверхности такой пленки. С проблемой однородности нам удалось справиться, когда к этим работам подключился профессор Ильдус Аграмович Нуриддинов, и в его лаборатории были получены водорастворимые фосфорсосодержащие фулерены, метанофулерены, в том числе с такими свободными нитроксильными группами. Для этих соединений нами были выявлены условия формирования пленок лингмюра-блоджет, и вот здесь, на границе с разделом вода-воздух, эти соединения могут быть расположены таким образом, что полярные группы находятся в воде, в то время как гидрофобная фулереновая сфера над водой. И вот морфология таких пленок, вот здесь она представлена, свидетельствует о хорошей однородности их поверхности, что демонстрируются данные атомно-силовой микроскопии. Вот в начале своей лекции я говорил об аллотропии фосфорс. Вот фулерен тоже представляет собой одну из аллотропных форм, но уже углерода. Вот углерод имеет самое большое, надо сказать, число аллотропных модификаций, от алмаза до графита, вот здесь графит представлен. И с точки зрения материаловедения наиболее интересным является именно графит, из которого, как вы знаете, получается графен, который, это вещество, которое представляет собой всего лишь один слой, состоящий из атомов углерода. За открытие всех графена, вы знаете, была присуждена Нобелевская премия, и вот это вещество обладает уникальными свойствами, делающими его практически идеальными для использования в электродных устройствах. Вот вместе с тем ученые активно изучают и возможность получения новых материалов, аналогичных графену. И существенный прогресс в последнее время был продемонстрирован в исследовании фосфорена, то есть материала, состоящего из одного слоя атомов фосфора. Получает фосфорен из еще одной аллотропной модификации фосфора, черного фосфора, такого слоистого материала, который похож на графит. И фосфорен может уже стать новым полупроводниковым материалом для опыта электроники. Вот я здесь на слайде просто привел пример, опытный элемент фотоэтиода на основе фосфорена, который позволяет управлять механической перестройкой диапазона излучения и приема в инфракрасной области. И в перспективе ученые планируют разработать на его основе фотоэлементы для работы в видимом, например, инфракрасном диапазоне, что позволится создать, например, компактные очки ночного видения с перестраиваемой чувствительностью. Вот исследование в области черного фосфора, которые были начаты в нашем институте 73 года назад под руководством Дмитрия Григорьевича Ихварова, его ученика, это Айдара Кучкаева. Однако очевидно, что сам черный фосфор, как материал для дальнейшей химической функционализации не представляет большого интереса в силу своей нервности. И вот только после открытия графена начались попытки выделить из черного фосфора отдельный слой фосфорена. Сделать это непросто, но отщепить 5-6 слоев от черного фосфора все-таки реально. Вот мы назвали ли такой материал, который стоит вот из нескольких слоев фосфорена, маловослойным черным фосфором, этим термином я буду в дальнейшем оперировать. Для расслоения, конечно, можно использовать разные методы, но в том числе ультразвук с последующим центрефигированием, в результате чего можно получить малослойный черный фосфор, содержащий, вот здесь на рисунке видно, от 1 до 30 слоев фосфорена, что, в общем-то, подтверждает вот эти данные атомно-силовые микроскопии. Но вот более удобным способом оказался электрохимический метод расслоения, который был разработан в лаборатории Дмитрия Григорьевича, который позволяет разрушать плотную упаковку черного фосфора и получать из него слои фосфорена. Каков же химизм этого процесса? Вот в ходе электрохимической реакции происходит интеркалирование катионов тетра-бутиламония, вот здесь он на катоде показывается, который используется в качестве фоновой соли при электролизе, происходит интеркалирование его между слоями черного фосфора и их последующие выставления на катоде до бутена, водорода и трибутиламина. Вот эти газообразные продукты, они расширяют и приводят к набуханию и последующему расслоению черного фосфора. Вот здесь, если вы увидите, если на слайде эксперимент показан на видео, где можно хорошо наблюдать в процессе отделения от черного фосфора слоев фосфорена. А вот схематически он представлен вот на картинке слева. Вот на следующем слайде, конечно, интересно, получая фосфорен, было посмотреть с точки зрения его химизма, может ли он реагировать с органическими феществами. И вот на следующем слайде я просто хочу продемонстрировать известные в литературе подходы к функционализации малослойного черного фосфора с использованием таких высокореакционных систем, как соли, диазония или некоторые органические азиды. Но особый интерес, конечно, представляет получение материалов, которые можно создать несколько связей в фосфор-углерод. Очевидно, что применение с этой целью классических методов, широко используемых в органической химии фосфора, в данном случае неприемлемо и требуется поиск иных подходов для функционализации малослойного черного фосфора. И мы предположили, что электрохимия может быть принципиально новым инструментом в процессе алкелирования малослойного черного фосфора. И известно, что йодистый метил одноэлектронно восстанавливается на катоде до йод-аньона и метильного радикала. Метильный радикал в условиях электрохимического расслоения может, институт, взаимодействовать уже с образующимся фосфореном. И один ион электронно превращается в свободный ион. Мы реализовали данный подход экспериментально. И вот вы можете видеть опять же на видео изменения краски раствора, которые свидетельствуют об образовании свободного иона. Конечно, эти исследования находятся еще на начальной стадии, но перспективы создания уникальных материалов на основе фосфорена большие. Однако мы не должны радоваться и прыгать на борт шумихи с этим веществом, потому что, конечно, это будет долгое путешествие без видимого конца. Этот удивительный материал может изменить будущее. Просто не так быстро, как хотелось бы. Но если это произойдет, то мы вступим в некую такую постграфеновую эпоху. Наконец, я перехожу к заключительной иной части моей лекции, потому что конец XX века был ознаменован стремительным развитием супрамолекулярной химии. И человеком, положившим на начало этого направления, является не Жан-Марилен, как многие еще считают, а американский китей-химик Чарльз Педерсон, который открыл так называемые коронованные ионы, крауныфиры, первым из которых был получен вот такой дидипензо-18-краун-6. Что же такое краун-соединение? По своему определению, это макрогетероциклы с циклом более 11 атомов, которые содержат минимум 4 гетероатома. Они хороши тем, что могут образовывать устойчивые комплексы с ионами щелочных и щелочноземельных металлов, так сказать, опоясывая или коронуя, отсюда вот это название, появились эти ионы. И вот это открытие сети было расширено уже французом Жан-Мариленом и американцем Дональдом Крамом. Все трое были удостоены Нобелевской премии по химии, но именно тогда-то и возник термин самоорганизации или самосборка, который вел в обиход Жан-Марилен. Он рассматривал классическую самосборку как самопроизвольный межмолекулярный процесс, приводящий к образованию стабильных супрамолекулярных структур за счет невалентных взаимодействий между молекулами. Вот наглядный пример, вот здесь справа, это самосборка вируса табачной мозаики. Но наряду с классической самоорганизацией различают коронационную, при которой образуются вот здесь слева вот такие большие кластеры за счет коронационного связывания металлов и элегандов, а также ковалентную, где молекулярные ансамбли формируются за счет образования уже ковалентных связей. Вот в начале уже этого 21 века в нашем институте под руководством члена-корреспондента Российской Академии МНОК Андрея Анатольевича Карасистика были теоретически обоснованы и экспериментально реализованы концепции ковалентной самосборки макрогетероциклов, содержащих в своем составе элементы пятой группы фосфор, адзон. Ковалентная самосборка представляет собой последовательность обратимых реакций полифункциональных реагентов, например, в системе фосфин, формальдегитамин, которые приводят, как правило, к единственному термодинамически выгодному макроциклическому продукту. И концепция самосборки легла в основу конструирования нового поколения вот таких фосфорсосодержащих макроциклов, карантов, циклофанов и криптантов с размером цикла от 14 до 38 атомов. А вот степень скрученности и размер полости таких макроциклов определяется стерическим взаимодействием заместителю атома фосфора и фрагментов макроцикла. Для целого ряда таких макроциклов показано, что размер полости достаточен для того, чтобы инкапсулировать молекулы растворителя, например, бензова. Вот такие макроциклы можно рассматривать как умные самонастраивающиеся молекулярные системы для лежащей в основе молекулярных устройств и материалов с каталитическими и фотофизическими свойствами. Вот несколько слов о том, где это может быть применено. Очевидно, что водород это идеальный энергетический материал, поскольку при его сгорании образуется только вода и топливные элементы на основе водорода рассматриваются как очень-очень перспективные на глобальном рынке энергии. Сегодня многие автоконцерны уже разработали модели автомобилей на водородном топливе, которое позволяет сократить выбросы газов вредных до 90%. В Европе вообще разработана вот такая дорожная карта водородной энергетики и прогноз на 2050 год предполагает, что ее доля в структуре энергопотребления составит 24%, при этом произойдет до 15% сокращения вредных газовых выбросов, включая углекислый газ. Очевидно, что переход на водородную энергетику требует создания новых технологий с использованием в том числе дешевых катализаторов. Сегодня для этого применяют дорогостоящую платину. Но, оказывается, природа создала такой катализатор, а именно гидрогеназа это металлоферменты, которые эффективно катализируют как получение, так и окисление водорода. И эти процессы происходят вот на таких железосодержащих активных участках, скрытых среди белковых структур. К сожалению, чувствительность кислорода этих ферментов сдерживает до сих пор крупномасштабное использование гидрогеназа в промышленности. Очевидно, что конструирование новых биометических катализаторов, то есть катализаторов, которые подражают действие гидрогеназа, могли бы удешевить катализаторы вот таких топливных ячеек. И в их основе должны быть структуры, содержащие коррекционные центры, связанные с атомами железа, никеля или другого неблагородного металла. И вот долгое время лидером по каталитической активности среди синтетических аналогов гидрогеназа оставались комплим рауфоса. Но тем не менее, в качестве еще одной группы биометиков гидрогеназа интерес представляет комплим лидер металлов с циклическими диаза, дифосфо-циклоктанами, миллигандами, синтетас которых был разработан в нашем институте. И вот были изучены эти комплим в электрохимических процессах окисления водорода. И эти комплексы демонстрируют удивительную схожесть с гидрогеназой, послужившим моделью для них. Вот центральным элементом этого каталита является атом никеля. Вот в желтом кружочке, на которых и происходит процесс окисления. Вот дополнительный атом азота, который у атома фосфора могут функционировать как протонные реле и могут заметно ускорять процесс переноса электронов. В результате был разработан новый эффективный никелевый катализатор, применение которого в качестве анода в полимероэлектролитных топливных элементах позволяет достичь плотности тока 14,7 мВт на квадратный сантиметр. что превосходит показателей топливных известных катализаторов, которые содержат неблагородные металлы. Вот совместно с научной группой доктора химических нового марселка Кахирча кодирова было сконструировано несколько топливных элементов, включая как миниатюрный на зеленом фоне, так и полимер электролитный с мембранно-электродным блоком с газодиффузным и каталитическими слоями с обеих сторон. Еще одним интересным направлением является создание материалов, способных фотолюминесценций. Фотолюминесценция это свечение веществ под действием естественного или искусственного источника света. Было показано, что полеядерные зеленые комплексы металлов под группой МИГИ на основе циклических ди-тетрафосфинов с хромофорными фрагментами проявляют фотолюминесценцию в широком диапазоне вот таких волн. И при этом можно управлять этими процессами. Вот на слайде показано, как комплексы золота могут изменять цвет в зависимости от полярности растворителей, с которого они кристаллизуются. Вот в хлористом метилене оба комплекса светятся в зеленом диапазоне. Но если использовать более полярные растворители, как например ацетонитрил, то окраска смещается в желтый диапазон. А в случае ацетона еще дальше, в инфракрасный. Еще одно интересное явление это термохромизм. То есть способны наносить вещества, изменять цвет обратимо при нагревании или охлаждении. И вот мы наблюдали этот процесс для необычных таких шестиядерных комплексов меди, которые при комнатной температуре демонстрируют интенсивную белую окраску, ой, белую люминесценцию. Если варьировать температуру, то происходит смещение эмиссии из одного диапазона в другой, как вот это видно из диаграммы. Сальватый термохромизм представленных здесь комплексов обусловлен как информационными переходами фосфиновых легендов, так и образованием достаточно устойчивых суправолекулярных насцартов. И вот на этих явлениях основаны действия чувствительных молекулярных сенсоров, органических светодиодов и молекулярных термометров, над созданием которых мы сегодня работаем. Уважаемые коллеги, за 355 лет с момента открытия фосфора его химия прошла длинный путь, постоянно эволюционировала, переходя от исследований простых молекул к сложным молекулярным системам. Вот на этом слайде я попытался продемонстрировать эту эволюцию на примере наших исследований. Вот изучая молекулу элементного фосфора стало ясно, что он может трансформироваться в полифосфорные частицы, которые лежат на пути простых молекул с одним или несколькими атомами фосфора. Вот именно эти простые молекулы являются основой для создания более сложных циклических и каркасных структур и их координационных соединений. И уже на базе таких структур могут формироваться макроциклические и супрамолекулярные фосфорсосодержащие системы с целым набором функциональных свойств. Вместе с тем история химии фосфора показывает, что на этом пути могут быть синтезированы как смертельные яды, так и препараты, которые спасают жизнь. Поэтому у любого исследователя может возникнуть дилемма выбора. Что делать дальше? Как использовать эти знания? Здесь ответственность ученого перед человечеством чрезвычайно высока. Поэтому закончив свою лекцию я бы хотел словами выдающегося американского учебного Нобелевского лауреата по химии иностранного члена российской академии наук Роуда Хоффман. Он писал «Ученые самой природой обречены творить и нет никакого способа остановить исследование окружающего нас мира. Если новую молекулу не найдете вы, это сделает кто-то другой. Если существует простой способ синтезировать вещество, то это знание не удастся скрыть, независимо от того, будет ли в результате создано спасительное лекарство или разрушительный наркотик. Но при этом я уверен, коль скоро в нас заложено творческое начало, мы должны думать о том, как будут использованы наши творения. Быть человеком значит учитывать возможные последствия, даже если нашими творениями может злоупотребить кто-то другой. И такие опасения надо высказывать вслух. Ученые обязаны учитывать последствия своих действий. Это наша жизнь и с ней шутить нельзя. Именно эта ответственность превращает ученых в участников трагедии, а не в комические персонажи на пьедестале. Именно эта ответственность перед человечеством делает ученого человеком разумным. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ